В этом году 16 Балаковских дворов будут приведены в порядок. Дорожные работы и обустройство тротуаров проводит подрядчик ООО «Пик». В некоторых дворах работают субподрядчики. Эта же организация проводила ремонтные работы и в пилотном дворе на улице Гагарина два года назад. А как обстоит дело сейчас? Довольны ли местные жители результатом работ спустя минувшие два года? Мы недовольны, как они сделали. Мы обрадовались, что нас первые здесь порядок наведут. Это вышло разочарование. Во-первых, вдоль тротуара бордюрного камня нет. Площадки там нет. Вода скапливается. Площадки две должны детские, одна подростковая. Их нет. А по проекту они есть. Много недоделок? Много недоделок, да. Собираетесь ли вы обращаться в ПИК, чтобы они в рамках гратийного обязательства переделали? Конечно, обратимся. Будем писать или что-то делать. А между тем, на реализацию этого проекта было потрачено 2,5 миллиона рублей. Проектом здесь предусматривались спортивные и детские площадки, зоны отдыха для более старшего поколения. Именно двор на улице Гагарина должен был стать тем самым примером, от которого будут отталкиваться остальные, попавшие в программу благоустройства дворы. Но что-то пошло не так. Вода, лужи стоят. Обещались детскую эту сделать, там, площадку. До сих пор. Две площадки. Ну, хоть одну бы сделали. Вот этот проект. Вот 75-й дом. Вот наш. Это прошлое тоже сделали? Нет, позапрошлое. Площадки этой нет. Машины со всех сторон. Здесь мы вот зачеркнули, здесь они сами убрали. А машины так и стоят. Вот этой стоянки тоже нет. С той стороны бордюрный камень есть немного? Вот, половину там много. Да, да. Они там положили, да, бордюр? А здесь ничего. Там и стоянки красные. А у нас по проекту где-то. Я говорю, как это? Вот, видите, вырезано. Здесь такая лужа была. А, туда же нету, да, снизу асфальта никакого. То есть пик, получается, досюда сделан. Да. Сносите вот этот сарай дременный. И вам построим парковочный карман. Если здесь вот здесь вот. Вот который вот. Вот он по проекту. Было его нету, да? Хорошо. Сарай снесли. Нету. Я вам писал заявление. Поехал к Ивану Васильевичу на прием. А что, Иван Васильевич? Сказал, денег нет. Подождите, а акты приема? Нам никто ничего. Нам никто это не. Никто даже не показывал и не приносили. Мало того, согласование проекта вот этого с изначальным проектом, который был, было общее собрание домов собрали. Далее было еще три. На втором тоже частично кто-то собирался. Что-то изменялось. А третьего вообще мы не видели протокола. И что там они уже совершенно все по-другому. Ну, проект вообще не соответствует. Здесь вот должно быть, вот он фонарь в центре, вот здесь вот должно быть место для развлаживания. И вот эти бордюрные, вот они, наши бордюрные камеры. Самое, что интересно, теплотрасса как раз проходит под тротуаром. Я говорил, здесь теплотрасса, вот она от этого. Нет, все, нам эти тепловики сказали, здесь все можно. Нам надо посмотреть факт, что они по факту сделали, за что они деньги получили. Если там будет несовпадение, тогда мы уже в прокуратуру обращаемся и уже ищем там, куда ушло, что ушло. Ну, я извиняюсь, перебью. Так же, как 76-го дома. Половину, значит, заасфальтировали под автопарковку, а половину щебенкой. Куда делся асфальт? Ну, видите, они там подняли, тут ямы, тут сразу, глядя. А ведь ставили маячки, все, ходили, делали. Здесь даже невозможно выйти с машины. Вот товарищи были, если так припаркуется, тоже невозможно. И стоит до столба. Первый мая позвонил этому Гумерову. Он сказал, что у вас было просто на контроле. Возможно, давайте после 9-го, что ты решишь? Важно, во-первых, обратить внимание на соответствие самого проекта и тех фактических работ, которые были сделаны. То есть, насколько есть отклонения. Потому что, если вот как жители говорят по поводу того, что тут часть асфальта уходили куда-то там на частные заправки или это, то есть, вот этот первый этап. Почему мы заинтересовались именно вашим двором? Конечно, мы все дворы пытаемся держать на контроле, но в данном случае ваш двор обслуживала компанией ПИК. Компания ПИК сейчас фактически полгорода асфальтирует. Больше половины всех работ асфальтных выполняет этой же компании. Сейчас, если возвращаться к вашему двору, если они здесь не могут качественно сделать, соответственно, возможно, следует ожидать и такие же вопросы и по всему городу. Вы еще находитесь в рамках гарантийных обязательств. То есть, на протяжении трех лет, если есть вопросы по качеству, эти вопросы должна закрывать компания, которая выполняла эти работы. Тут по качеству, я так понимаю, вопросов больше с самого первого дня, да, наверное, какая-то? Да, с самого первого дня. Вопрос проверяющие взяли на контроль. Они планируют запросить в отделе архитектуры проект реконструкции двора. И при выявлении несоответствия между проектом и реально проведенными работами будут требовать выполнения гарантийных обязательств. Организация ПИК в этом, в 2018 году, они выполняют очень много работ по городу. И мы с членами молодой гвардии планируем промониторить все места, где проходят эти работы, для того, чтобы сделать общую картину о качестве работ, о том, как жители относятся к этим работам, довольны ли они качеством исполнения, либо недовольны. И когда у нас уже будет общая картина после мониторинга, мы хотим представить ее общественности. Продолжение следует...